Всем привет! В этом видео я хочу поделиться очень полезной информацией о том, как можно легко, быстро и просто выбрать подходящую для себя профессию. Этот метод, этот способ я узнала очень давно, в конце 90-х годов, более 20 лет назад. На этот момент ситуация у меня была такая. Я уже закончила вуз по профессии, которая мне совершенно не нравилась, но других вариантов у меня не было. Та профессия, о которой я мечтала с детства, была для меня совершенно недоступна по многим причинам, включая самые отличные мои оценки. Буквально пару вузов в Москве обучали этой специальности, и у меня не было никаких шансов туда поступить. От слова совсем, даже смотреть в ту сторону я не могла. И после того, как я закончила вуз по нелюбимой специальности, но очень востребованной, я некоторое время пыталась устроиться на работу, но не пыталась, а устраивалась на работу по профессии. И спустя несколько лет я поняла, что абсолютно точно это не мое и нужно двигаться дальше, делать что-то дальше. И тогда я остановилась на том, что открыла небольшой свой бизнес. Но в душе я понимала, что как-то все идет не очень правильно. Мне, во-первых, было жаль потраченных лет на обучение на свое, и получалось так, что все это пошло понапрасну. Во-вторых, мне не очень нравился мой бизнес. Мне казалось, что это как-то не совсем постоянно. Мне хотелось чего-то другого, чего я понять не могла. И в то время я познакомилась с очень интересной девушкой. Эта девушка работала психологом в системе МВД. Она работала с ребятами, вернувшимися, пострадавшими и вернувшимися с боевых действий. То есть это была такая работа очень-очень непростая. И сама девушка была достаточно интересной. И однажды мы с ней разговорились, и она спросила, ну, есть ли у меня какие-то вот проблемы, может быть, что-то... У нее было какое-то такое вот чувство помогать людям. И вот она хотела тоже мне помочь, спросила, в чем вот моя, есть ли у меня какая-то проблема. И я ей сказала, что да, я не могу определиться со своей профессией. То, чем я сейчас занимаюсь, мне не очень нравится. Та профессия, которая у меня есть, тем более мне не нравится. И как быть в дальнейшем, я не знаю. Тогда она мне предложила тестирование для того, чтобы определить подходящую для меня профессию. Я прям сразу же сходу отказалась. В то время тесты были очень-очень модны. Они во всех журналах были разные тесты. И я сразу же ей сказала, что я заранее вижу и знаю, как нужно отвечать на определенный вопрос. То есть они составлены настолько просто и тупо, что тест мне не подойдет. Мне нужен какой-то другой способ диагностики. На что она меня уверила, что никаких таких стандартных вопросов не будет. И ни в коем случае я заранее не буду знать, как правильно ответить. И тест очень достоверный. Ей он самой очень нравится. И многим людям она уже его посоветовала. Ну, естественно, я согласилась. Тест заключался в том, что она раскладывала передо мной группы фотографий с лицами людей. И в определенном порядке нужно было выбирать наиболее приятные лица и наиболее неприятные. Исключительно по своему мнению. Соответственно, я четко делала этот тест именно по своим внутренним представлениям о прекрасном. Но результат теста, конечно, меня очень сильно поразил. Я на тот момент уже забыла о своей мечте. И первой профессии у меня стояла моя мечта. Но повторюсь, что это был конец 90-х. Как двигаться в направлении своей мечты, я не очень понимала. Но попросила такой тест сделать для своего брата. Он как раз оканчивал школу и тоже затруднялся с выбором будущей профессии. Эта девушка-психолог согласилась и провела для него тоже такой же тест. Точно так же раскладывая карточки. У брата вышли очень интересные результаты. У него было две профессии. Ветеринар и стоматолог. Брат тоже, видимо, очень сильно удивился такому результату и сказал, что да, и то, и то ему очень нравится. И он готов пойти учиться и на стоматолога, и на ветеринара. Тогда подключились родители и выбрали что-то более стоящее, наверное, на свой вкус, на свой взгляд. И брат пошел учиться на стоматолога. Ну и вот сейчас мой брат действующий, практикующий, очень хороший стоматолог, который доволен с выбором профессии и который очень в ней успешен. Я думаю, что ему ветеринария тоже очень бы подошла. Но это понятно вот именно сейчас, да, в то время, когда он был подростком, это не было понятно абсолютно ни ему самому, ни окружающим близким людям. Как я уже говорила, в то время этот тест психолог проводил на карточках, то есть перед человеком раскладывала карточки. А много позже я вспомнила про этот тест, когда мне потребовалось определиться, ну точнее не мне, моим детям потребовалось определиться с выбором будущей профессии. Я вспомнила про него и решила поискать в интернете. Каково же было мое удивление, что этот тест не только есть в интернете, его можно легко, бесплатно пройти. Ну, в общем, вы поняли, да, что это просто супер замечательный и полезный тест, который я всем рекомендую. Единственное, что, наверное, нужно предупредить, вот уже впоследствии я почитала немножко про него, что в принципе это за тест. Этот тест был разработан в тридцатые годы двадцатого столетия. Он состоит из 48 фото портретов людей, но не простых людей, а с психически больных людей. И в принципе все эти лица достаточно отталкивающие, но нужно тем не менее все равно постараться и среди них выбирать тех, которые наиболее приятны или которые наиболее неприятны там в зависимости от вопросов. Результаты этого теста получается в виде двух листов А4, но большая часть это какой-то психологический очень сложный портрет человека, на который не стоит обращать внимание, который расшифровать без психолога самим будет просто как бы невозможно. Из этих двух листочков А4 вы смотрите только несколько строчек с тем, какие профессии вам подходят. И вот это вот самое ценное и самое главное в этом тесте. Еще интересный момент или нюанс, то есть спустя 20 лет я этот тест, естественно, прошла снова, переделала его под себя и ожидала увидеть какие-то другие результаты, потому что за это время я изменилась. Но нет, профессия моей мечты осталась все той же, все прежней и теперь в наше время пойти учиться на эту профессию стало легче и наверное все таки мне придется осуществить задуманное в этой жизни. Я сейчас занимаюсь тем, что неспешно для себя выбираю курсы и буду следовать своей мечте, пойду учиться на профессию, которая мне предназначена с самого начала. Ну и так, наверное, наступило время уже признаться, что это за тест. Это тест Сонди, он очень оригинальный, вы приятно удивитесь при его прохождении, он нестандартный, прохождение теста не займет больше 5-7 минут. И в целом я его вам прям вот очень-очень-очень рекомендую и очень сильно удивляюсь, почему он не на слуху людей, почему он совершенно не раскрученный в наше время. Я бы хотела, чтобы про такой тест узнала как можно больше народу и чтобы у людей не было проблем с выбором профессии. Итак, что вам нужно сделать? Просто в поисковой строчке набрать тест Сонди. Вариантов откроется очень много, этот тест представлен на разных совершенно сайтах, вы заходите на любой и его проходите. Ничего сложного, все очень просто. Лица людей, конечно, вас удивят, но результат вас точно порадует. И вот я сейчас прохожу, выбираю из этих 8 лиц, кто же для меня наиболее неприятный. Сложно очень. Я для себя заметила, что мне очень не нравятся люди с закрытыми глазами, не знаю, что это значит. Мне не нравится женщина на верхней строчке слева. Сейчас посмотрим, кого же я уберу отсюда. Поняла, в этом фрагменте я выбираю двух наиболее приятных для меня персонажей. Вот смотрите, эта методика была разработана в 30-х годах и она до сих пор очень действенная. Но у нас сейчас тоже, например, в школах проводятся тестирования для детей, но это просто капец, нет слов. Там вопросы, нравится ли вам, допустим, поливать там цветочки, обостригать листики. Значит, отлично, будете биологом. И такое все примитивное, элементарное и недостоверное. А здесь реально очень интересный тест. Попробуйте, отпишитесь о своих результатах. А на этом все, всем пока. Пока. Пока.